всем привет сегодня поговорим о очень маленьком дистрибутиве linux на который называется slugs вот он так вот в поисковой строке заводится можно вот выбрать сразу slugs downloads это главная страничка вот домашняя что хочу сказать это карманная операционная система ну выберем давайте русский язык где тут у нас тут почитаете все самое необходимое одну могу вам сказать что размеры там порядка 200 там на 30 240 мегабайт то есть абсолютно крошечные дистрибутивы которые работают прямо с флешки посмотрим сейчас вот на русском языке я тут найду давайте наш плазочек поищем вот русский slugs значит вот посмотрите есть в зипе есть в изо формате я выбираю в изо формате значит можете выбрать 32-битный образ можете 64-битный вот нажимаю я на 64-битный образ обратите внимание на время загрузки вот час 35 с половиной минут грузится буквально ну скажу я вам так ну минутку другую все то есть очень быстро грузится теперь дальше значит чем он хорош система рассчитана именно для работы с флешкой но несмотря на свои очень скромные размеры в ней есть довольно таки на большое количество приложений вот посмотрим что включено вот в этот крошечный образ размеры которого я сейчас абсолютно точно скажу вот загрузки вот двести тридцать девять с половиной мегабайт вот давайте-ка его посмотрим этот образ сейчас я посмотрю носители ну вроде бы нормально все ладно запустим вот при загрузке сразу раз нажимаем иск и тогда в менюшке видим варианты запуска значит вот что означает словечко персистент то есть если вот в этом режиме вы зайдете на флешку и будете делать какие-то изменения то они сохранятся а если вы пробелом вот так вот наберете и запустите флешку вот без изменений то что бы вы не делали на флешке при ее значит рестарте изменений никаких на самой флешке сохранено не будет то есть они все улетят и если вы это грецепт не сохраните их на каком-нибудь там другом разделе жесткого диска там или в облаке но на самой флешке изменений не останется вот таким вот образом слакс очень легкая система но несмотря на то что она вот такая вот вроде бы легкая и дистрибутив то нет там всего ничего весит это полноценная операционная система значит которой пользователи могут пользоваться ну представляете ну крошечные размеры ну там ну 240 мегабайт это практически сейчас вообще влезает на любую флешку вот она вот таким вот образом выглядит значит ну что вот допустим языки у нее английский русский дальше значит зайти в приложение ну во первых ради бога есть веб-броузер значит то есть можно зайти поползать там по интернету там есть клиент обмена сообщениями даже есть удаленный доступ к рабочему столу из графических приложений значит есть программа для просмотра изображений есть программа которая делает снимки экрана и даже есть профильный редактор изображений и просмотра документов pdf файлы насколько я понимаю он смотрит спокойно значит мультимедиа медиаплеер музыкальный проигрыватель звуковой микшер ну дополнительно допустим на нее можно поставить программу для записи с экрана а система настройки ну я вам скажу что посмотрите сюда нормальные настройки как говорится очень довольно таки полные здесь много чего можно и настроить там и так далее и это несмотря на то что несмотря на абсолютно крошечные размеры значит на самой операционке дальше значит ну из служебных программ значит вот улучшенный текстовый редактор если вы часто им пользуетесь можете поместить вы или на рабочий стол или на панель вот он здесь на панельку но если там часто нужна бывает очистка системы вот здесь вот нажмете калькулятором часто пользуетесь ради бога вот на панели вы можете поместить то есть несмотря вот на абсолютно вот такие вот крошечные размеры слакса он с флейхи работает на ура и грузится там буквально за полминутки там за минутку и так далее значит есть у него здесь вот центр приложений ну скажем так здесь ну самое самое необходимое вот если кому то нравится допустим google chrome браузер вот он он здесь есть поддержка принтеров электронные таблицы и программа оби ворд это текстовый процессор по типу винворда из microsoft офиса или из или из либре офиса вот программы для работы с текстом вот сразу раз 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 и все крошечные размеры ну вот гнумерик это электронные таблицы ну представляете ну 6 мегабайт вот надо поставить chrome да ради бога что значит еще довольно таки любопытное это вот у них вкладочка называется лучший выбор вот у них здесь есть значит все модули ну сколько лет я уже их знаю так у них эта вкладочка остается значит активные модули ну пока ничего не подключали естественно он их не показывает как же значит все вот это вот дело то как говорится делается у них на веб страничке значит имеется вот эти модули и допустим вот если я что то там ищу например офис нажму на поиск вот пожалуйста значит libri office софтмейкер бесплатный офис и самые разные значит вот варианты офиса значит скачал но уже тогда вот размеры значит будут увеличены на 100 мегабайт но это по модулям вы смотрите и выбираете то что вам допустим нужно а если вам это не нужно ну так и проблем нет значит вот этот модульный принцип он довольно таки любопытен еще раз значит говорю это система она рассчитана на флешки я не знаю может быть даже ее можно поставить и на жесткий диск но в основном ее предназначение вот для ношения как говорится на флешки и работает быстро и надежно и стабильно ну вот например где она может применяться человек допустим пишет какую-то книгу и хранит значит там часть данных значит вот на флешке работает в слаксе и ради бога значит взял там что-то там сохранил флешку там с собой перенес там пошел в другое место там что-то там подключился подключился к какому-то компьютеру там поработал что-то написал там пошел там в интернет кафе там тоже подключился что-то там поработал написал без разницы система то на флешке и размеры занимает мало ну не знаю вот я сейчас система но она нормальная я не знаю сколько там она долго будет поддерживаться или нет у нее много энтузиастов в принципе значит но хочу сказать что очень довольно таки приличная система вот и все я не знаю там есть у нее или нет всем привет и сегодня я хочу показать еще вторую миниатюрную сборку она тоже весит порядка там 200 по-моему 50 килобайт 245 мегабайт то есть вот две сборочки ну порядка общем обе по 200 грубо скажем так по 250 мегабайт специально предназначены для флешек то есть вы устанавливаете ее на флешку и там все самое так сказать минималистический минимум установлен но есть броузер есть значит текстовый редактор есть значит электронные таблицы по типу гнумерик по-моему вот но тем не менее вот единственное что я обратил внимание на всех папиках когда их запускаешь в виртуальной машине вот с курсором проблемы если запускаешь записал на флешку запускаешь флешки там все нормально все настраивается все показывается все путем но вот как только значит на виртуалке запускаешь что там они не согласовали я не знаю ну вот ну не хочет вот он настраиваться скажем на виртуалке а так вообще когда запустите флешки сам загрузится там менюшка у него хорошая ну программ много хороших несколько там необычный способ там их загрузки установки но опять таки ну все нормально все работает рекомендовать могу значит операционная система хорошая папиком я интересовался давно даже компис на него загружал ну правда исходный образ вот 250 а если на него ставишь там LibreOffice и прочие программы он может раздуться и до полутора гигабайт как говорится от вас зависит от ваших вкусов но тем не менее значит вот эти две сборки значит папи linux и slugs они специально предназначены вот нажмем вот смотрите еще раз и запомните что такое режим persistent вот если я здесь или пробелом а с флешки там просто enter уберу его наведу на run нажму на enter то какие бы изменения я не делал они не сохранятся но если я допустим нажму вот так вот persistent и нажму на run то тогда все изменения которые я сделаю они будут на флешке сохранены слагс это кде микро как говорится операционная система ну ну представляете ну 250 мегабайт казалось бы что туда создатели понавтыкали то ой 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 вот такая вот у них симпатичная значит среда можете значит что тут настроить ага ну вот но здесь у них только вот как видите только одна имеется папочка с рабочим экраном то есть но они пошли по пути вообще самым минимального можете подгрузить там что угодно вот типичный кдешный значит вид менюшки и здесь значит вот пожалуйста параметры команду сделать там домашняя папка ля то поля параметра системы очень такой хороший и функциональный значит выбор вот здесь можете там лакалочку посмотреть свою вот стоит россия там кто уменьшает всегда можно поменять на что угодно от вас зависит здесь значит и настройка по моему где-то там и клавиатуры была сейчас посмотрим input вот устройство ввода скорее всего это да вот раскладки можно добавить раскладку там любую можно значит там задать как там они будут переключаться ну в общем вполне такая вот нормальная функциональная рабочая система абсолютно крошечных размеров 250 мегабайт в центре приложений значит они что сделали самые ходовые и частые приложения вы можете сюда добавить это текстовый процесс принцип здесь очень интересный значит тут модули и модули просто напросто вы можете подключать а можете их отключать вот и все ну что скажу у слагса значит есть парочка нюансов его можно значит скачать в виде файлика изо но не всегда он стартует с флешки а можно скачать значит в зипованном виде отформатировать флешки формате фат 32 и на той же допустим винзетом или там total командером или обычным вот распаковать содержимое вот этого зип-файлика прямо на флешку зайти там найти boot и в boot и найти батфайл по нему нужно два раза будет кликнуть мышкой запустится батфайл которая значит приведет флешку в состоянии боевой готовности и тогда уже с нее будете загружаться смело и она у вас будет нормально грузиться вот такая особенность есть но сам по себе слагс вот я вам говорю что ну я скажем так небольшой приверженец кд рабочих столов ну ввиду того что вот он и шустренький и маленький и быстренький вот слагс я вам могу рекомендовать это вот как раз именно для людей которым нужна такая скажем операционная система на флешке вот вот слагс и папи папи линукс это вот две программы две операционные системы которые для этого и предназначены рекомендую вам с ними значит поиграться значит покрутить их на виртуальной коробочке записать допустим на флешку ну скажем так хорошенькие миниатюрные операционные системы но несмотря на свою миниатюрность эти крохи как говорится работают то будьте на те полностью функциональные функционирующие операционные системы вот и все ну ладно желаю всем удачи и всего вам доброго до новых встреч с порой с по с как с с д